Эти кадры появились в соцсетях несколько дней назад. Водители жалуются на камеры, фиксирующие скорость на обновленной дороге ленточного бора. Камера точно так же настроена на скорость 40 км в час. Эту дорогу отремонтировали пару недель назад, а камеры, по словам водителей, остались настроены как во время строительных работ, максимум на 40 км в час. Но несколько дней знак, предупреждающий об этом, стоял дальше камеры видеофиксации. Проезжая этот небольшой участок дороги за моей спиной, водители часто, сами того не подозревая, нарушали скорость. Сейчас здесь все уже в порядке, а вот автомобилистам только начали приходить письма счастья в виде штрафов. Ко мне стали обращаться жители города Барнаула, которые писали мне о том, что им приходит постановление по превышению скорости. Хотя на данном участке дороги у нас ограничения действуют 60 км в час. Когда они ехали 60 км в час, людям выносили постановление. Нахватавшие штрафы в Барнауле в недоумении, почему из-за халатности дорожных служб придется поплатиться рублем. Неплохо они собирают. Мне там штраф 8 октября прилетел. Тоже ехала, ориентируясь на знак 60, но никак не на 40. Это точно какой-то бред. Пятый день подряд штрафы приходят. Эксперты говорят, такие нарушения – редкий случай. Но их можно обжаловать. Имеют право обратиться с жалобой на это постановление. Такая жалоба подается либо непосредственно лицу, которое вынесло это постановление, либо вышестоящему должностному лицу, которого полномочено рассматривать, либо в районный суд. Несогласным со штрафом водителям он советует не тянуть. С момента получения постановления автомобилистов есть 10 суток для подачи жалобы. Мария Микшута, Алексей Фризин. День с толком.